В Беларуси фиксируется рост онкологических заболеваний. Снижение количества заболеваний происходило в 2020 году. Однако уже с 2021 года темпы роста значительно увеличились. И по предварительным подсчетам в 2023 году онкология диагностирована у более чем 56 тысяч беларусов. Проблема стала настолько актуальной, что о ней говорят уже не только независимые медиа, но и государственные. Почему так происходит? С чем связан такой резкий всплеск заболеваний? И как будет развиваться ситуация дальше? Обсудим с врачом Алексеем Носовым. По поводу всплеска онкологических заболеваний было бы, конечно, интересно посмотреть на выбор, какие конкретно заболевания, каких органов и систем, потому что важны определенное количество факторов влияют на каждую из онкологических патологий. Всплеск, в общем, именно этой патологии зависит все-таки от того, что приходит извне в человеческий организм, то есть определенного характера питания, на котором мы остановимся чуть-чуть попозже, факторы внешней среды и наши вредные привычки, по сути дела. Значит, первое – это факторы внешней среды. Начнем с них. И в Беларуси, по сути дела, очень важное значение имеет радиационный фон, в принципе. Первое, что реагирует на всплеск радиационного фона, я имею в виду на выброс новых гамма- и бета-частиц, это все-таки щитовидная железа. То есть, если это онкология щитовидной железы, то значит, где-то радиация блеснула. То есть, или где-то могильник строится, или где-то еще что-то происходит. Заболевания кожи тоже, соответственно, первый барьер в наш организм – это кожа, и, соответственно, если идет бомбардировка какая-то альфа-частицами, в частности, то кожные заболевания проявляются намного чаще. Следующее – питание. Онкологические заболевания пищеварительной системы, в частности, мочеполовой системы, зависят от того, что попадает в наш организм. В частности, я хочу остановиться сейчас на, к сожалению, грибах, потому что я обожаю грибной суп, и вообще грибы – это прекрасно, но, тем не менее, грибы являются очень серьезным накопителем тяжелых металлов радиоактивных, которые остаются очень-очень-очень-очень долго по сравнению даже с человеческой жизнью. Соответственно, если вы съели эти грибы, тяжелые металлы попали к вам в кишечник, и там продолжают излучать гамма-лучи. И, соответственно, возможность мутации клеток эпителия, который нормально подвергается мутациям, в разы выше. Я не говорю, что не стоит есть грибы, но просто есть, во-первых, определенные зоны, во-вторых, есть проверка. Вы можете проверить любой продукт, который вы употребляете, для тех, как его употреблять. Дыхательная система связана с тем, что попадает в наш организм, в частности, тяжелые частицы, пыль, у людей, у которых довольно большое количество пыли в квартире. Соответственно, тяжелые металлы находятся там, это все вдыхается. И в легких оно находится точно так же, как в кишечнике, вызывая мутации. Плюс ко всему, курение. И дело даже не в табакокурении, по сути дела, а дело в том, какие продукты используются при получении современных сигарет. Если вас не затруднит, посмотрите в Ютубе, есть соответствующие видео, там и аммиак, и вообще химические продукты серьезные употребляются. То есть от табака, по сути дела, там остается только сам каркас, грубо говоря. И мало того, в Беларуси, в частности, есть еще два аспекта. Во-первых, дешевизна продуктов химических, которые используются, и отсутствие каких-нибудь, скажем, какого-либо гуманного отношения к людям, которые будут его употреблять. И второе, и самое главное, ради чего я призываю, в частности, отказаться от курения, это то, что, во-первых, вся прибыль от курения в Беларуси идет на поддержание режима. И, соответственно, если вы бросите курить, поверьте, вы уже в этот момент начнете с ним борьбу. И это непростые слова, неголословно. Вы сами посмотрите, кому принадлежит табачная промышленность в Беларуси, и вы поймете, что к чему. И сократите риск многих заболеваний, не только онкологических, связанных с органами дыхания. Я не говорю, бросай курить, вставай на лыжи, но повторяю, тот табак, который вы курите, это не табак, это химический продукт. Посмотрите, как он делается просто. И второе, не забывайте о том, что эти деньги идут на пытки, идут на уничтожение экономики, идут на личное обогащение и содержание страны в страхе. В Беларуси очень неплохая школа онкологии. Всегда была, сейчас, естественно, все приходит в упадок из-за оттока, во-первых, мозгов, во-вторых, не вкладываются больше деньги. Объясню, почему в Беларуси одна из лучших в мире школ онкологии. Потому что, грубо говоря, был большой испытательный полигон после Чернобыля, очень большой всплеск онкологических заболеваний. И, соответственно, естественно, методом пробы ошибок наладились определенные схемы лечения, приобрелись определенные знания и опыт врачами. И, соответственно, очень серьезный уровень у людей, которые начинали работать именно в то время и проработали в то время. Многие из них, естественно, сейчас работают на Западе на очень серьезных позициях. И это очень уважаемые люди, поверьте. Всплеск онкологических заболеваний, соответственно, можно сказать, будет ли ухудшаться ситуация с этой проблемой или нет по тому, как мы определимся с причиной, почему это происходит. То есть в данный момент, если, например, кто-то возьмется за исследование определенного радиационного фона, если кто-то займется какой-то статистикой определенного рода, что вредные привычки, не знаю. Ну, то есть, грубо говоря, медицинская статистика. Собрать анамнез у больных, у тех, у которых вновь появилась эта онкология, чтобы приблизительно верифицировать. Это большой труд, этим можно заниматься, по сути дела. Но, естественно, вот на данный момент, вот именно вот в этот момент, как раз-таки скажется нехватка медицинских кадров. Во-первых, которые знают, как это будет сделать очень быстро, и эффективно, и во-вторых, ну, как бы вообще в принципе количество людей. Потому что, если ты принимаешь 100-120 человек в день на приеме, тебе там уже не до выборки, по сути дела. Хочется, не снимая ботинок, просто лечь спать и принять душ, тоже не снимая ботинок, грубо говоря. По поводу нехватки лекарств для онкологических больных, могу сказать, что да, это проблема, и эта проблема серьезная, и проблема не будет решена. Так что я рекомендую людям, у которых уже, у которых будут перебои, которые могут прогнозировать перебои, озаботиться каким-то образом, допустим, о поставках из других стран в частном порядке. Я понимаю, что это не совсем то, что как бы должен рекомендовать человек, но тем не менее это то, что надо сделать, по сути дела. Тесты – это простой метод распознавания аномальных клеток. Если это специализированный тест, то вы можете с большой вероятностью, с большой точностью знать, в каком органе и системе находится злокачественная опухоль. Соответственно, мочеполовая система, почки, простата, очень много тестов специализированных. Если вы вдруг решили сделать просто тест на онкологию, и он показал онкологию, вот здесь очень важно, очень важно не получить так называемую канцерофобию. Это когда все, у человека заканчивается жизнь, он бьется головой о стену, никто у него найти не может ничего. Во-первых, в данном случае стоит для начала сделать специализированные тесты, чтобы узнать приблизительно хоть где это все находится, а потом уже начать непосредственно онкопоезд, и для этого вот найти уже непосредственно опухоль не составит большого труда. Вылечить – это совсем другое дело. Все зависит от того, что это, на каком этапе это находится. То есть есть специальные программы за рубежом, в которых мужчины после 40 лет на медосмотрах, когда они работают у себя, на местах работы проходит медосмотр раз в год. И раз в два года мужчины делают анализ обязательный на рак простаты, потому что это довольно частое заболевание, и женщины на рак молочной железы. Соответственно, это обязательно, то, что входит в медосмотр людям здесь после 40 лет. Женщинам после 35, прошу прощения. Соответственно, если бы сделать это в Беларуси, онкопоиск упростился бы в несколько раз, и сократилось бы, в общем, в принципе, количество неконтролируемой патологии намного. Но это, опять же, еще плюс ко всему должен быть ответ с другой стороны. То есть пациенты должны быть сами настроены на это, чтобы за ними никто не бегал, они сами это делали, и сами заботились о своем здоровье, потому что спасение утопающих, делару самих утопающих. Поэтому тест – это самый простой, дешевый и, в принципе, достоверный источник. То есть, грубо говоря, очень большой процент того, что он будет достоверным. Есть, конечно, определенный процент ошибок, но при дешевизне и неинвазивности этого метода вы должны понимать, опять же, что это очень серьезная проблема, естественно, всплеск заболеваний онкологических. Эта проблема решаема. Только нужен определенный подход к этому. Мы на нем останавливались. То есть сделать статистическую выборку, узнать причину, почему, и уже потом, когда выяснили причину, соответственно, решать проблему. Плюс ко всему заниматься лечением онкологии на месте, выявлением, ранним выявлением онкологии при помощи, в частности, тестов, много всего прочего. Поэтому, пожалуйста, следите за своим здоровьем, уважайте работу врачей и берегите их. Их у вас мало осталось. Следим за событиями в Беларуси каждый день в выпусках Маланка Ньюс и Маланка Регионы в 7 утра и 7 вечера по белорусскому времени. Жмите на уведомления, чтобы не пропустить свежее видео. И спасибо за поддержку лайками. Субтитры создавал DimaTorzok